Привет всем, кто подключился. Сегодня вместе с вами рассмотрим ПТ-САУ 8 уровня СССР СУ-130ПМ. Но перед тем, как начать разбор танка, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и прожать колокольчик. Чем больше активности будет под данным видео, тем быстрее выйдет следующее видео. Только ваши лайки и подписки мотивируют меня делать контент лучше и качественнее. Возвращаемся к СУ-130ПМ. Советская премиумная ПТ-САУ 8 уровня. С отличной маскировкой и шахарной альфой в 520 единиц за выстрел. Поговорим о ходовых качествах данной ПТ-САУ. Скорость разворота шасси при 100% экипаже без оборудования составляет 37 градусов в секунду. Мощность двигателя 400 лошадиных сил, масса машины 24 тонны, что дает нам 16,6 лошадиных сил на тонну. Максимальная скорость танка вперед 65 км в час, максимальная скорость назад 20 км в час. Но вы не смотрите на то, что у нас хорошая максималка и хорошее количество лошадок на тонну. На данном танке занерфлено в хлам проходимость, поэтому на ровном местности нас спокойно обгоняет ВЗ-120, Скорпион и СТРВ-С1. Давайте теперь поговорим о орудии. Здесь оно хорошее, с неплохим бронепробитием. Альфа у нас 520 единиц урона, пробитие ББ-243, голдовые снаряды кумулятива с пробитием в 320. Для кого-то кумулятивы хороший вид снарядов. Для кого-то нет, но я скажу пару минусов, которые не все знают. Кумулятивный снаряд не пробивает заборы, сена, фонари в нашей любимой игре. Но на кумулятивные снаряды не действует правило трех калибров. То есть, если бронетанка 30 мм, то ББ и бронеподкалиберные снаряды калибра 91 мм пробивают под любым углом данную броню. А кумулятивы рикошетят под углом выше 85 градусов. Едем дальше. Средний урон в минуту составляет 2393 единицы урона. Разброс на 100 метров 0.34, время сведения 2.2. Углы вертикальной наводки минус 7, и верх орудия поднимается на 37 градусов. Башня поворачивается на 145 градусов. Время перезарядки 13 секунд. На данный момент вы видите, на что способен танк с разных дистанций. И как вы видите, если дистанция до вражеского танка больше 350 метров, попасть в танк составляет очень большие проблемы. То есть, исходя из этого, мы понимаем, что снайпером нам особо не быть. К примеру, у того же Скорпиона точность 0.29. Так что, если вы решите пострелять с данной дистанции, вспомните отрывок с этого видео. Теперь рассмотрим оборудование и экипаж для СУ-103 СПМ. Ставим на танк боевое братство. Командиру, лампу, ремонт и маскировку. Обязательно следующими перками все на обзор. Радиоперехват и орлиный глаз у командира. Наводчику, плавный поворот башни. Механику, водителю, король бездорожья и плавный ход. Заряжающему, бесконтактную боекладку. Данный перк только одному члену экипажа. Нужно прокачивать, так как эффект не суммируется, если он прокачан у обеих. Второму, отчаянного. Оборудование для активной игры и с хорошим прокачанным экипажем. А это боевое братство и перки на обзор. Ставим досылатель, оптику и маскировочную сеть. Если же вы любите больше поставить, то вместо оптики можно поставить рога. Приводы наводки бессмысленно использовать. Это лично мое субъективное мнение за 8-летний опыт игры. С таким экипажем и оборудованием мы раскачиваем максимально эффективный обзор, ДПМ и маскировку танка до 446 метров обзора, 56% маскировки и 2839 урона в минуту с перезарядкой в 11 секунд. С сухими цифрами мы разобрались. Теперь поговорим о действиях в боях. Су-130ПМ универсал, он может постоять, а может и с тяжами поиграть. От брони. От их брони, если быть точнее. Если вы попадаете на городскую карту, можно спокойно отыгрывать первую линию. Союзный тяжелый танк. Разрядил врага. Вы вышли, дали урон и так понакатан. На открытой же карте, такие как Малиновка, Прохоровка и другие, мы играем от маскировки. Маскировка у нас одна из лучших на уровне. Если же на нас едет Алтек, к примеру, 8 уровня Т-92 с боновым оборудованием, и обзором в 512 метров, она нас высветит с дистанции 92 метров в кустах. Мы же ее увидим с дистанции 300 метров. После выстрела засветимся с дистанции 441 метров, стреляя в кустах. А если мы будем отъезжать 15 метров от кустов, нас засветил с дистанции 170 метров при выстреле. Все примеры приведены в разовых кустах. Если кустов больше, то и результат будет лучше. Мы всегда имеем преимущество в одном выстреле, иногда даже в первых двух-трех выстрелах. Если ИС-3 едет по прямой на нас, то мы можем стоя в кустах разобрать его и не засветиться даже. Сейчас на экранах вы наблюдаете эксперимент, с какой дистанцией нас высветит Т-92 и Т-100 ЛТ. Хотелось бы напомнить, что вы обладаете максимальной скоростью 65 км в час, что дает нам преимущество при первоначальном разъезде на некоторых картах. Мы можем занимать СТ-позиции, либо же ПТ-позиции одним из первых. Но не забывайте, что наша броня пробивается даже слюной младенца. Поэтому рассчитывайте свои силы адекватно и не упарывайтесь вперед. Ищите позиции, на которых вы сможете сразу отъехать назад или же скрыться за укрытием. Не нужно ждать лампочки, если до врага меньше 350 метров. И выстреляли по нему с чистого поля. Сразу отъезжайте назад после выстрела. Если же лампа не загорелась, вы словили джекпот. У данного танка плохо прокачанный экипаж. Смело выезжайте на ту же позицию и снова давайте выстрел. Но если все же загорелась лампочка, не советую долго задерживаться на данной позиции. Смените ее сразу. Не забывайте про Око Саурона, артиллерию. Для нее вы лакомый кусочек. Поэтому сразу поймав лампочку на любой открытой местности, убейте, что есть мощи, иначе вас настигнет фугас. Если на вас едет ЛТ, не забывайте, что у нас полностью вращаемая башня. И сразу же поджимайтесь к укрытию либо красной линии. Не дайте супостату возможности вас закрутить, иначе все пропало. Но если ЛТ ошиблась, за 2 выстрелы вы сможете смело забрать ЛТ 8 уровня, если же пройдет альфа, за 3 выстрела ЛТ 9-10 уровня. Не нужно в панике делать непонятные вещи, всегда все делать их ладнокровно. Да, танк любит гореть. Баки и двигатель находятся во лбу корпуса. Я рассказал о всех плюсах и минусах данной машины. Су-130ПМ по моему субъективному мнению лучше Скорпион ЛГ, и лучше заходит в тот же режим Линия Фронта. Покупать или не покупать, решать вам. Я дал лишь полноценный разбор данной машины и указал на плюсы и недостатки танка. Надеюсь, я вам помог в выборе. Если же вам понравился гайд такого типа, я жду от вас комментария с указанием ошибок, ежели таковые имеются, и лайка с подпиской. Всем спасибо за просмотр, с вами был Витек, всем удачи. Не серчайте на ошибки, стример болеет, поэтому есть где-то запинание. Всем спасибо и еще раз удачи.